Витаю, друзья! Это фабрика новой, меня зовут Евгения Кутнова. Вместе в разговорах сегодня российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, я рада приветствовать вас в нашем эфире. Да, приветствую вас. Дмитрий, экс-командир ЧВК Вагнер опознал убийц по голосу. Я имею в виду, что речь идет именно о том видео, о казни украинского военнопленного. Об этом сообщил Дмитрий Осечкин. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, дно бесчеловечия пробито окончательно вот этим поступком? Скажем так, подобные случаи, конечно, были и в Сирии, и в Течне были, и так далее. Здесь, скорее всего, дно пробили даже не те, кто совершил это преступление. Это звери, с ними все понятно. Но, как Юлия Латынина любит говорить, что систему характеризует не ошибка, а реакция на ошибку. А вот реакция, реакции никакой нет. Что там сказал Песков? Все неоднозначно. Кадры ужасные, я сказала, надо проверить. Надо проверить. То есть им недостаточно всех предъявленных доказательств. То есть они не понимают, как они выглядят со стороны. И я могу просто вспомнить Чеченскую войну, когда чеченские боевики казнили британских граждан Великобритании. Ну, таким же способом. Так даже Маскадов тогда сделал заявление, что он категорически не приемлет подобные расправы. Что мы будем разбираться, накажем всех виновных и так далее. Вот если была бы такая реакция, ну, значит, там что-то бы еще какая-то там. Даже не совесть. Совесть здесь неправильное слово. Хотя бы рамки приличия были бы сохранены. Но нет. Никакой реакции мы не видим ни на убийство кувалдой, ни на вот эти зверства, которые попали в сеть. То есть дно пробили как раз те люди, которые, ну, по сути, организовали войну, да, и которые закрывают глаза на такие преступления. Вот там дно пробит. Дмитрий, скажите, а это видео как-то может повлиять и повлияло ли на самих вот россиян, на тех, кто идут воевать, тех, кто будут снова таки мобилизовывать, вот на них? Я не могу говорить за всех россиян. Ну, нормальных россиян это видео шокировало. Естественно. Я, честно говоря, даже не отважился посмотреть. Ну, просто я не понимаю, как можно смотреть и смаковать. Ну, конечно, есть отморозки, которым это понравилось, которые писали восторженные комментарии в социальных сетях. То есть общество же неоднородно, но очевидно, что большинству это, конечно, такое не нравится. Наша глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал выгнать Россию из Совбеза ООН после этого случая. Скажите, пожалуйста, ну, мы знаем, что Россия председательствует, да, в этом Совбезе. Лавров сейчас как туда поедет? Тебе осмелится ли поехать после такого? Мне кажется, у Лаврова уже давно нет совести никакой. Если он в Индии заявляет под хохот собравшихся, что Россия ни на кого не нападала, а наоборот, ну, я думаю, что, значит, у него нет никаких рамок уже. Он может спокойно поехать, продолжать нести всю ту чушь, которую он несет. Мне кажется, что Лавров как дипломат закончился. Поэтому здесь не стоит от него ожидать какой-то даже более-менее внятной человеческой реакции на происходящее. Он винтик вот в этой преступной военной машине. Он абсолютно зависит от Путина. Насколько я понимаю, зависит и в том числе по бизнесу его, то ли зятя, то ли там кого-то из родственников. Поэтому в данном случае нет такого дипломата Лаврова. Есть просто участник преступного сообщества. Дмитрий, вы вначале говорили о реакции, которая могла бы последовать в России. Да, реакция мира, как вы считаете? Какой должна была быть в данном случае? Ну, мы видим, да, европейские политики осудили этот случай. Но имеется в виду, что, например, Россия до сих пор составится в БИЗООН. Когда же Украина требует, чтобы после этого случая Ирана требовала, чтобы вы... Я считаю, что в принципе ООН, как организация, сегодня переживает серьезные проблемы. Поскольку там устав написан таким образом, что даже, насколько я понимаю, юридически ничего сделать нельзя. Просто организация объединенных наций не выполнила свою главную задачу, не предотвратила войну. А это означает, что после войны подобные международные организации ждут серьезные преобразования. Это то же самое, как и было когда-то с Лигой наций. Была Лига наций. Но случилась Вторая мировая война. Лига наций прекратила свое существование. И была создана вместо Лиги наций Организация объединенных наций. Значит, видимо, на следующем этапе должна быть создана какая-то другая организация, которая учтет ошибки всех предыдущих. И создаст такой устав, который бы, по крайней мере, позволял этой организации выполнять свою функцию. Сейчас мы видим, что этого не происходит. И я думаю, что на месте ООН либо что-то новое появится, либо ООН будет реформироваться на подобный случай. Может быть, будет какая-нибудь Лига демократических стран. Я не знаю, но очевидно, что все эти международные организации устарели и нуждаются в коррективах. Дмитрий, уже несколько дней мы обсуждаем тот слив данных в информационном пространстве, который гуляет. Также интересно тоже и ваше мнение. Каждый день появляются различного рода публикации. Это то, что, согласно этим данным, Вашингтон пост пишет о том, что война между Украиной и Россией продлится до 2024 года. И ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Скажите, пожалуйста, а как, в принципе, считаете вы и, в принципе, что вы думаете об этом сливе данных? Ну, вот да, мы знаем, что изначально в Пентагоне не подтверждали, потом подтвердили, сказали, что все-таки это была утечка. Как вы расцениваете то, что это все появилось накануне контрнаступления, о котором все мы говорим? В Америке скоро выбор. В ноябре начинается праймарис. И после визита Байдена в Украину очевидно, что он взял политическую ответственность. Исход этой войны. Понятно, что теперь война в Украине является таким важным внутриполитическим фактором в Соединенных Штатах Америки. Поэтому все оппоненты Байдена заинтересованы в том, чтобы максимально использовать этот рычаг в этой избирательной кампании. Поэтому, конечно, есть силы, которые заинтересованы в одном, в другом, в третьем. Поэтому эти утечки, они и будут происходить. Но все-таки Америка – это страна демократическая. Там идет политическая борьба. Причем в публичной сфере она происходит. Поэтому здесь не нужно удивляться. Нет такого субъекта, как Америка. Потому что Соединенные Штаты Америки – это разные политические группы, политические интересы, политические партии. Там идет борьба, есть разные мнения. То есть это не как в России, когда начальник решил, и Госдума за один день в трех чтениях принимает все необходимые поправки. Ну и, по сути, сегодня объявляет мобилизацию через вот этот новый закон о воинской службе. Но Америка не такая страна. И любая демократическая страна – это всегда борьба разных точек зрения, интересов. Так что в этом нет ничего такого странного. Дмитрий, также сообщается из этих документов о том, что ФСБ оценивает потери России в Украине в 110 тысяч человек убитыми и ранеными. И также речь идет о том, что ФСБ обвиняет Минобороны в сокрытии этих данных, потому что они говорят, что не учитываются потери также бойцов Росгвардии, наемников ЧВК Вагнер и военных, отправляемых в Украину из Чечни. Наш генеральный штаб уже дает цифру больше 180 тысяч на сегодняшний день. Скажите, пожалуйста, так скрывает, по вашему мнению, Минобороны Российской Федерации эти потери или нет? И что у них там внутри происходит, если они друг друга обвиняют в этом? Мне кажется, здесь странно было бы подозревать, когда знаешь наверняка, как Ежелец сказал когда-то. Но очевидно, они скрывают. Здесь даже не может быть никаких сомнений, потому что все равно за провалы в этой войне кто-то должен ответить. И они валят друг на друга. Минобороны валят на спецслужбы, на разведку. ФСБ валит на Министерство обороны. То есть там идет борьба за лояльность, за бюджеты, за влияние. И, конечно, они друг друга начинают сейчас критиковать. Потому что все боятся, что когда война закончится, кто-то должен будет ответить за поражение или за отсутствие каких-то успехов. И явно это будет не Путин, ну, с точки зрения системы. Хотя я очень надеюсь, что, конечно, рано или поздно ответит Путин, но они живут в другой логике. Поэтому они пытаются сейчас подготовиться к моменту, когда будет разбор полета. И ФСБ очень хочет, чтобы досталось не им, а генералам. Ну, соответственно, в Минобороне будут обвинять всех остальных. В разного рода провалах. Дмитрий, вы говорите о конфликте между ФСБ и Минобороны. А вот тут же еще есть Станислав Белковский, кстати, я читаю его телеграм-канал. Пишет о том, что глава комитета Госдумы по информполитике Эйнштейн сообщил, что в МВД сейчас реформируется параллельная структура, дублирующая задачи и функционал Росгвардии. И в условиях, когда Росгвардия непосредственно участвует в СВУ, подобное соперничество крайне опасно. А вы считаете, это опасно или нет? И что это тоже у них тогда за соперничество? Это то же самое, что вы говорите, что и между ФСБ и Минобороны? В этом нет ничего нового. Постоянно идет борьба разных групп и группировок внутри российской политической системы. Конечно, это же борьба не только за власть, это еще борьба за деньги, потому что огромные бюджеты выделяются на Росгвардию. Росгвардия – это 400 тысяч человек в России. То есть это в два раза больше, чем армия Германии. Понятно, что какие деньги выделяют. И у кого есть этот фактор силы, фактор влияния, тот и в случае каких-то изменений или каких-то перемен в России будет иметь больше власти, больше денег. Эта борьба была и до войны, она и будет и после войны. А во время войны, конечно, она обостряется. Потому что там есть разные группы интересов, и многие уже начинают, ну, по крайней мере, задумываться о том, а кто может быть после Путина. И каждый пытается наращивать свое влияние, но в случае смены Путина на кого-то другого, чтобы не потерять свою власть, свое влияние. Поэтому они сейчас уже начинают эту борьбу за бюджет, за позиции, за должности, за все подряд. Дмитрий, а Пригожев за что борется, это то же самое, да? Ведь он недавно в последнем видео своем призывал ломать систему и мобилизовать всех россиян. А вы думаете, он борется за какой-то русский мир? Я не знаю, я вас спрашиваю. Нет, нет, конечно. Все они хотят получить самый большой кусок пирога. Поэтому Пригожев, понимая, что настроил против себя значительную часть элит, он пытается как-то сохранить свой вот этот фактор силы, да, частную армию. Потому что в случае ослабления государства, то все силовые структуры, государственные структуры будут очень слабыми. И здесь фактор частных армий будет ключевым. У кого есть армия, у кого есть сила, у кого есть оружие, ну тот, значит, и победит. Поэтому Пригожев на всякий случай, понимая, что когда Путина не будет, может получиться так, что от него избавиться, он наращивается. Он занимается просто буквально выживанием. Для того, чтобы выжить в этих условиях, он должен быть медийной личностью с каким-то политическим потенциалом, чтобы избраться куда-нибудь в парламент, либо по округу, либо во главе небольшой партии, которая там получит 5-7 процентов. Это один фактор, да, его публичность. Второй фактор – это силовая поддержка. Дмитрий, вы говорите о том, что они все готовятся к разбору полетов. А предпосылки уже есть для этого разбора полетов или еще нет? А здесь нет смысла даже ждать, есть ли предпосылки или нет. Просто логика подсказывает, что… Ну, то есть разбор полетов очевидно будет. Здесь не нужно быть экспертом, чтобы понимать. И, конечно же, будет поиск виновных. Это все тоже прекрасно понимают. Но так наша система политическая устроена. Поэтому, конечно, они уже, по-моему, с самого первых дней войны, они уже друг на друга пытаются, так сказать, повесить вину друг на друга. Пригожин воюет с Минобороны вместе с Кадыровым. Медведев конкурирует с Мишустиным. Ну и так далее. То есть эта борьба, она просто стала более публичной. Раньше она была в кулуарах, а сейчас она вылез наружу. Дмитрий, вот мы вначале, вы упомянули о том, что вводятся эти электронные повестки, также закрываются границы. Но мы помним, как вначале, так называемой спецоперации, когда, помните, Путин говорил о том, что будут воевать только профессиональные военные. Ну, помните, в марте, да, он говорил об этом. Так вот сейчас, как вы думаете, какие последствия могут быть? Ну, имеется в виду, что будет ли какой-то массовый отъезд? Потому что Песков говорит, нет, паники никакой нет, никакого отъезда не будет. Вот я общаюсь тоже с вашими коллегами. Они говорят, что наоборот, во всех форумах только и обсуждаются, как бы быстрее выехать из страны. Именно этот вопрос больше всего и волнует Россию. Ну, однозначно. Просто, к сожалению, не все могут уехать. Причем по разным причинам. Кто-то не может уехать, потому что родители больны. У кого-то ипотека. Кто-то не знает языков, нет денег, не может устроиться. Кто-то не может банально купить билеты. Ну, то есть уехать все точно не смогут. Но это не означает, что люди проглотят все то, что там сейчас происходит. Нет, я думаю, что идет накопление вот этой вот критической энергии, энергии протеста, которые сегодня пока не имеют никаких, никакого выхода. Ну, потому что власть узурпирована, силовики лояльны, подавляется любой протест. Репрессия уже, так сказать, напоминает сталинские. Ну, по крайней мере, сроки сталинские уже точно. Ну, как только возникнет возможность протестовать, да, расколы лит, военное поражение, не знаю, что там произойдет, вот эта вся энергия, она выйдет во что-то очень радикально. То есть пока люди просто тихо сидят и ненавидят эту власть. Ничего не могут сделать. Но когда они почувствуют, что вот настал час икс, и сегодня от твоего протеста, от твоего участия что-то зависит, я думаю, это вот, знаете, как будет напоминать прорыв плотины. Это как, я не знаю, взорвавшийся котел, который сейчас нагревается, крышка закрыта, там все бурлит, власть все время подбрасывает огня, но в какой-то момент это все взорвется. Дмитрий, а этой силой для протеста, о которой вы говорите, именно могут стать те люди, которые не хотят воевать, я имею в виду вот именно мужчины? Я думаю, там все сойдется в одной точке. Кто-то не хочет воевать, кто-то ненавидит эту власть, кто-то, ну, просто понимает, что в этих условиях он еле-еле выживает, кто-то по социальным каким-то причинам будет выходить на эти протесты. Но главное, чтобы это стало безопасно в какой-то момент. Когда это станет безопасно? Когда власть станет слабой, когда произойдет раскол элит, когда силовики потеряют или утратят эту монополию на насилие, или не станут применять это насилие, потому что неизвестно, кто победит. Вот тогда да. Тогда все, я думаю, разные группы интересов сойдутся в одной точке. Абаз Галямов пишет, что следующий на очередь закон об электронной похоронке, а что очень актуально, ведь куда-то же 300 тысяч, которых мобилизовали в предыдущую волну, подевались. Как вы думаете, что дальше ожидает? Ну, это такой сарказм. Здесь это не нужно обсуждать буквально. Я думаю, Абаз Галямов как раз таким образом просто критикует решение и издевается над теми, кто принимал такое решение. Но очевидно, что это никому не понравилось. Это не понравилось ни оппонентам Путина, ни даже сторонникам или бывшим сторонникам Путина. Потому что, по сути, людей будут сейчас поражать в правах. Причем, по сути, отменяется презумпция невиновности. Получил ты это уведомление в свой кабинет в госуслугах. Не получил, не имеет значения. То есть ты теперь, по сути, должен каждое утро просыпаться, открывать госуслуги, смотреть, призываю ли тебя или нет. А дальше в течение семи, по-моему, или двадцати дней, ты должен явиться в военкомат. А если ты не явился, блокируй чита, лишай прав. И дальше уже за тобой начинается охота. А здесь уже все средства хорошие. Пожалуйста, камеры для слежения везде установлены. Твоя банковская карточка установлена. Твои права, твой автомобиль установлен. Ну, то есть это не значит, что всех будут призывать, штрафовать и сажать. Они не смогут всех штрафовать, всех сажать и всех штрафовать. Это невозможно, просто у них нет такого количества правоохранительных органов и сотрудников правоохранительных органов, и даже тюрем в таком количестве, чтобы всех посадить. Но очевидно, что это упрощает вопрос мобилизации. И председатель Думского комитета по обороне, он просто не скрывает, что это, в принципе, этот закон про мобилизацию. И на самом деле это ситуация, которая, как бы сказали англичане, game changer, да, это меняет все внутри страны. Кто может, уедет, кто не сможет будет прятаться, жить не по прописке, работать дистанционно, оформлять зарплату на карточку родственников, знакомых. Но люди будут поражены в правах. В какой-то момент им это надоест. Дмитрий, один из депутатов в Госдуму предложил для россиян ввести военный налог. Он считает, что физические лица должны отчислять 2-3% от своего дохода на нужды СВО. А со всех мужчин вообще надо брать, в принципе, военный налог. Это инициатива. О чем говорят, что деньги заканчиваются? Эта инициатива говорит, что депутат глупый и не понимает, что этот налог давно введен уже. Просто не нужно начислять на каждую зарплату. Просто они возьмут из бюджета столько, сколько им надо, чем они, собственно, и занимаются. Любые бюджетные деньги, которые идут на войну, это не деньги Путина. Это деньги налогоплательщиков. Это и так налог на войну. И платят гораздо больше, чем 2-3%. Намного больше. У нас дополнительных расходов в прошлом году было 6,5 триллиона. Вот поделите на всех, на 140 миллионов, на 100 миллионов даже, потому что 100 миллионов у нас людей занятых. Это будет уже очень приличная цифра. Я думаю, там гораздо больше, чем 2-3%. Люди потеряют намного больше денег из-за того, что Путин ведет войну. Не нужно вводить еще дополнительно какие-то налоги, когда они из бюджета берут столько, сколько им нужно. Зачем им злить людей? Вот такой пиар, популистские заявления депутатов. Дмитрий, а популистский ли пиар, я тогда спрошу. Вот, возможно, вы видели в Телеграм-каналах, в общем, много очень фотографий и видео, как в Крыму строятся и роются окопы вдоль Черного моря. Ну, знаете, я вот сам посмотрел это видео, и недалеко там буквально, ну, море, ну, там просто какое-то там изменение погоды, и это так водой зальет. Скажите, так это что? Это пиар? Это отмывание денег? Что это? Я думаю, что это страх Путина потерять Крым, потому что он для него имеет сакральное значение. Я думаю, что наверняка он получил какие-то данные про готовящиеся контрнаступления, и он понимает, что российская армия, скорее всего, не способна никуда дальше продвигаться, и не факт, что она сможет защитить оккупированные территории. Поэтому на всякий случай они готовятся к этому контрнаступлению. Ну, параллельно, конечно, там они бабки попили, это все как положено. Ну, в первую очередь, это говорит о страхе Путина, потому что потери Крыма, это как минимум потери власти, а может быть и жизни, или свободы. Путин именно так это и воспринимает. А вы наверняка тоже знаете о том, что там Аксенов заявил, что отменяется празднование 9 мая, 1 мая. Ну, 9 мая – это священное для Путина. Как так? Священный Крым, священное 9 мая. Священный Крым, священное 9 мая, все вокруг этого строится, и тут отмена. Это как-то по имиджу Путина будет ударять или нет? Или снова таких... Хочется спросить, а что же такого произошло-то? Все же по плану. Ну, очевидно, что там, где сможет Путин эксплуатировать День Победы, там он и сможет эксплуатировать. Видимо, в Крыму не до этого. Видимо, в Крыму опасаются каких-то провокаций или еще чего-то. Ну, конечно, ударит. Конечно, потому что 9 мая для многих россиян – это все-таки такой день святой, что ли. И так и воспринимается. Поэтому если праздник отменяется, самый главный праздник, для многих он еще самый главный, хотя, на мой взгляд, он уже утратил то значение, которое мы ему когда-то предавали, потому что он эксплуатируется преступным режимом, агрессивным режимом, режимом, который, по сути, приватизировал народный праздник. Вот. И когда праздник отменяется, значит, в стране не все в порядке. Конечно, это в любом случае ударит по имиджу власти. Дмитрий, если позволите, я задам вопрос относительно одного из главных пропагандистов, Соловьева. Он, в основном из последних своих эфиров, заявил о том, что за ним ВСУ следят, пытаются его убить, и, в общем, они получают информацию о его передвижениях, о его съемочной группе, куда бы он ни ехал, там наносятся удары. Вот что он не просто так переживает, тоже предчувствует. Вот в Крыму предчувствуют, бегут уже, есть и очереди тоже в социальных сетях, да, из машин на мосту. А тут что? Тоже предчувствуют. Слушай, ну тут все подряд, да, может быть и паранойя. Правда, если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят. Конечно, следят. И пусть они к этому привыкают. Они являлись пропагандистами этой войны, они разжигали эти все настроения. Они являются военными преступниками, или соучастниками военных преступлений. Плюс Соловьев, ну, наверное, столкнулся с главной драмой, своей жизнью, он потерял возможность ездить в Европу, он потерял свои дворцы на озеро Комо в Италии. Все, а у него теперь Крым только. И то даже в Крым нельзя поехать. Поэтому, конечно, для него это трагедия. Все, что он делал, выпрыгивая из штанов, да, он все это делал для того, чтобы у него была замечательная пенсия и жизнь на пенсии в хорошем месте, в прекрасном доме, в прекрасной стране. У него теперь это все отобрали. Причем пожизненно. Соловьева больше в цивилизованном мире... Ну, нет, его ждут, я знаю, в одном месте. Называется Гаага. Там он, его будут встречать с распростертыми объятиями. Наша задача, наверное, подготовить какие-то тюрьмы, так, чтобы им там было комфортно. Я думаю, что они должны радоваться, на самом деле. В какой-то момент будут радоваться, что их ждут в Гааге, потому что лучше в Гааге, чем с Пригожиным и его кувалдой в России. Потому что российские тюрьмы намного хуже, чем европейские. Поэтому он бесится, поэтому он понимает, что ситуация выходит из-под контроля. То Путин превратился в преступника, уже есть решение суда. То рано или поздно они будут все наказаны. Он еще не такой старый, доживет. И я надеюсь, что доживет до этого момента. Дмитрий, скажите, а в принципе возможно ли побороть вот эту, знаете, огромную пропагандистскую машину? Или она тоже обрушится, знаете? Да, и кремлевский режим. Она обрушится в один момент. Да, она и сейчас не то, чтобы очень эффективна. Просто пропаганда сейчас какую функцию выполняет? Она объясняет людям, что им можно, а что нельзя. Чего власть от них хочет, чего нет. Какая официальная линия партии. Но для того, чтобы люди ориентировались. Что им можно говорить, что нельзя, что можно делать, чего нельзя. Но это не значит, что люди пропаганде верят. Нет, они делают вид, что верят. И пока власть сильна, пока репрессивный вот этот инструмент работает, они будут изображать лояльность. Но когда это все разрушится, то мы увидим очень много поразительных процессов, которые будут происходить. Когда люди все сразу поменяют точку зрения, когда бывшие герои станут преступниками. Это все обязательно произойдет. Я надеюсь, что все эти Соловьевы этого дождут. Дмитрий, наш генеральный штаб сообщает о том, что отдельные части армии Беларуси перевели высшую степень боевой готовности. Помним накануне Шойгу приезжал снова к Лукашенко. Это тоже психологическое давление? Или все-таки ну знаете, учитывая, что ожидаем контрнаступления и враг тоже ожидает контрнаступления, будут включать все возможные механизмы? Как бывает? Ну это продолжение политики отвлечения внимания и сил. Потому что когда ты понимаешь, что угроза может быть еще и с этой территорией, на всякий случай какую-то часть ресурсов размещаешь для того, чтобы это предотвратить. Понятно, что чем меньше ресурсов на контрнаступление, тем проще будет как-то защищать оккупированные территории. Поэтому они включают вот инструмент под названием Лукашенко, который на самом деле, я так понимаю, не очень хочет вступать в войну, формально. но эти заявления он делает для того, чтобы все время держать напряжение Украину, для того, чтобы отвлекать ресурсы от главной линии фронта. Дмитрий, если позволите, еще один вопрос в завершении. Глава ЦРУ заявил о том, что Путин все еще верит в то, что ему удастся сокрушить Украину. Вопрос, наверное, так, задам. Путин может верить во все, что угодно. Вопрос, поможет ли ему это? Слушайте, у Путина есть четкая стратегия, которую я вижу. Он сейчас хочет пушечным мясом завалить фронт, для того, чтобы уже никаким новым наступлением он не готовится. У него сейчас задача вот по этой линии фронта закрепиться таким образом, чтобы сдержать контрнаступление Украины и затянуть войну. Понимаешь, что у него как бы есть ресурсы мобилизовать там не одну сотню тысяч человек. А затяжная война, как он считает, и в этом в принципе есть какая-то логика, что затяжная война может измотать Украину, затяжная война может измотать ее западных союзников. Плюс впереди выборы в Соединенных Штатах Америки, выборы в разных европейских странах. В какой-то момент, как он считает, Запад устанет помогать Украине, если не будет какого-то серьезного прорыва. А в этот момент он просто с помощью пушечного мяса закрывает в виде живого щита использовать военнослужащих мобилизованных для того, чтобы удержать эти территории. Я думаю, расчет такой, расчет на затяжную войну. Сработает это или не сработает, но мы увидим. война Путина держится только на его личных амбициях, на его личном индивидуализме. на его уязвленном самолюбии. Очевидно, что большинству это не нужно. Я знаю настроение в элитах. Если мы берем бизнес элиты, это люди, которые просто в шоке уже пребывают с 24 февраля. Никто не ожидал, что Путин начнет войну. И они ничего не могут сделать, самое главное. Нет никаких олигархов, как принято считать, в России. Есть бизнес, богатые люди, да, есть. То есть, есть, грубо говоря, путинская клика, поэтому, наверное, таких, как Сечин, Ковальчуки, Ротенберг, наверное, их можно считать отчасти олигархами, просто они не бизнесмены, они держатели общака. А все остальные это заложники в большей степени. Люди, которые хотели делать международный бизнес и так далее. Они ничего не могут сейчас поделать. Никак не могут. Ну, есть много, а Путин один, Дмитрий. У меня всегда такой вопрос, как так? В смысле, много. А силовиков миллион двести. В четыре раза больше, чем войска Украины. А россиян миллионы? Да, конечно. Но если 300 тысяч солдат оккупировали 20% территории Украины, несмотря на сопротивление армии при поддержке всего Запада, то что сделают россияне, когда там миллион двести силовиков вооруженных, которые могут делать все, что хочешь с гражданами, но у них нет ни оружия, ни поддержки Запада, ничего. Это, ну, надо просто понимать реальность. Поэтому никто ничего сделать сейчас, в данный момент не может. Но поскольку Путин пока еще, во-первых, контролирует ситуацию, силовики ему лояльны, и здесь никакой протест невозможен. Но это все когда-то поменяется однозначно. Как только Путин проиграет, когда Путин покажет свою слабость, когда он потеряет доверие граждан и популярность, тогда может быть и раскол элиты, и все эти процессы, конечно, начнут происходить и набирать силу, но не сейчас пока. Вот. Так что многим это совершенно не нравится. Но никто не понимает, как на этот процесс можно повлиять. А Путин, как фанатик, видите, продолжает не только войну, он продолжает даже с ущербом для себя, с имиджевыми потерями, продолжать мобилизацию людей, что ведет к гибели людей. Тем не менее, он придет на все эти риски. Дмитрий, я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо вам большое за то, что вы всегда находите и уделяете нам время. Друзья, я также дякую за увагу и вам. Подписывайтесь, будь ласка, на наш YouTube-канал Фабрика Новин, ставьте нам лайки, пишите в комментариях, кого бы вы хотели бачить в наших эфирах. Так уж у вас и можно стать спонсором нашего YouTube-каналу. Я еще раз всем дякую за увагу и до наступных встреч. Дмитрий, я еще нас чекаю на Фабриці. Дуже вам дякую. Субтитры создавал DimaTorzok